Следующая военная спецоперация может пройти на Дальнем Востоке. Юрий Городненко на РНТВ за 15 марта 2022 года. Пока Россия проводит деноцификацию и демилитаризацию Украины, Китай всерьез задумывается о деамериканизации Тайваня. В то время как Россия проводит спецоперацию на Украине, за ее развитием внимательно следит Китай. В зависимости от решения украинского вопроса Пекин намерен решить тайваньскую проблему. Об этом свидетельствует заявление директора информбюро Министерства национальной обороны КНР У Цианя, пригрозившего применением силы в случае провозглашения независимости Тайваня. До недавнего времени между Пекином и Тайбэем действовал так называемый консенсус 1992 года. Это договоренности, достигнутые по итогам переговоров между представителями КНР и Тайваня в 1992 году. Суть этих договоренностей была следующая. Китайская Народная Республика позиционировала себя правоприемницей Китайской Республики, учрежденной революционером Сунь Ио Ценом в 1912 году. В свою очередь Тайвань де Юре признавал себя частью Китайской Республики, правоприемником которой является КНР. Это до сих пор прямо прописано в Тайваньской Конституции. Получалось, что де Юре Тайвань, признавая себя частью Китайской Республики, признает себя частью КНР. Признание этого факта Тайбэем и составляло суть консенсуса 1992 года. В свою очередь Пекин гарантировал, что не будет вмешиваться в политическую и экономическую жизнь острова, то есть де-факто сохранить за ним суверенитет. В 2011 году глава Тайваня Цай Инвэнь выступила с инициативой отказа от консенсуса 1992 года. Выпускница Лондонской Школы Экономики заявила, что намерена провозгласить независимость острова. Это означало, что в Тайваньскую Конституцию будут внесены изменения, в соответствии с которыми остров больше не будет считаться де Юре частью Китайской Республики, а значит и КНР. Больше того, Тайвань должен был позиционировать себя на международной арене альтернативным китайским государством. Соответственно, Цай Инвэнь выступила бы тайбэйской Гуайдо по отношению к пекинскому Мадуро Си Цзиньпину. Тайбэй стал бы создавать всевозможные юридические препятствия для внешнеполитической и внешнеэкономической активности Пекина. Тогда проект появления альтернативного Китая не удалось реализовать. Поддержать тайбэйскую Гуайдо были готовы только ГАИ, Тибелис, Крохотное Африканское Королевство, Эсватини и несколько Тихоокеанских островов. Однако в последнее время у проекта Цай Инвэнь появились более влиятельные покровители. США и Япония высказали готовность рассмотреть вопрос о признании независимости Тайваня в случае ее провозглашения. Это подстегнуло Демократическую прогрессивную партию Тайваня, ДПП, лидером которой является Цай Инвэнь, реанимировать план 11-летней давности. Правящая партия заявила о намерении реализовать проект независимости в случае успеха на президентских выборах в январе 2024 года. ДПП хочет внести соответствующие конституционные изменения вместе с выборами, на которых она считается фаворитом. Добавим, что решение тайваньской проблемы может иметь громадные последствия не только для региона, но и всего мира. Экономика острова по ВВП ППС занимает 19-е место в мире, опережая Швейцарию, лишь незначительно уступая Саудовской Аравии. Если объединить экономики Тайваня и КНР, то они оставят далеко позади любую другую экономику мира, включая американскую. Кроме того, через остров пролегает один из важнейших международных транспортных маршрутов. Через Тайвань пролегает морской торговый маршрут, связывающий с одной стороны Японию и Корею, а с другой – Юго-Восточную Азию и Индию. В случае установления контроля над этим маршрутом, Пекин сможет контролировать торговлю во всей Восточной Азии. Некоторые страны, например Сингапур, Филиппины, могут и вовсе оказаться в орбите политического и экономического влияния Китая. Для России это означает появление нового гигантского рынка в Азии, который превзойдет по своим масштабам европейский. Помимо этого, у решения тайваньской проблемы может быть еще одно неожиданное последствие. В марте 2020 года Управление КНР по делам Тайваня выступило с заявлением, в котором обвинило тайваньское правительство в утаивании данных о COVID-19. В комментариях к этому заявлению было сказано, что пандемия на острове вышла из-под контроля. В причастности к ее распространению подозревались несколько биолабораторий, созданных на Тайване и финансируемых США. Прежде всего, речь шла о лабораториях исследовательского центра геномики Тайваньской национальной академии. Этот центр участвовал в проектах Гарвардского университета и оказался в центре громкого скандала. Выяснилось, что сотрудничавшие с академией гарвардские ученые занимались незаконным сбором образцов ДНК китайцев. Эти образцы собирались по заказу Пентагона и, как предполагалось, использовались в нелегальных биологических экспериментах США. Тогда этот скандал удалось замять. Но кто знает, не обнаружит ли Пекин на Тайване нечто подобное украинскому досье. В этом случае возникнет еще больше оснований для международного признания США биотеррористом. Юрий Городненко. Следующая военная спецоперация может пройти на Дальнем Востоке.